что благодать она обижает. Я размышлял об этой проповеди, послушайте ее на блоге, замечательная проповедь, и размышляя над ней, я был так ободрен в истине Божией, и насколько это важно, осознавать, как действует благодать. Давайте откроем Римлянам 6, глава 7-8 стихи. Римлянам 6, глава 7-8 стихи. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. У кого, ну, наверное, у всех, у кого из вас когда-нибудь болел зуб? Невыносимая боль, правда? И доктора говорят, что это одна из таких болей, которые вообще невозможно вынести. И мы, как люди, которые боятся идти к доктору, особенно к стоматологу, мы что делаем? Мы всячески оттягиваем приход для того, чтобы стоматолог, наконец, справился с этой болью. И в большинстве случаев происходит так, что стоматолог добирается до чего в зубе? До нерва. До нерва, да? И он хочет умертвить этот нерв. И я подумал о том, что пока нерв жив, то очень больно и очень обидно, и вообще невозможно ничего вынести. Но как только нерв умирает, какая благодать! Удивительно, какая благодать! И это все говорит, что, как мы с вами прочитали в 6, 7, 8 стихах, что Иисус Христос зашел на крест. Он умер за наши грехи, но он также умертвил нерв этого ветхого Адама, который в нас. Или еще один из примеров, когда вообще зуб опухает, и мы боимся, что стоматолог может вообще ножом, так сказать, поработать на вырезы. Но для нас в духовной картине все по-другому. Это не мы испытываем и должны пройти через укол или нож, но что это? Это то, что Иисус Христос взошел на крест, и Он испытал эту боль. А для нас в приложении это что? Это просто согласие с Его удивительной истиной. И это в практическом плане происходит через Слово Божье, где описывается это действие в Евреям, 4 глава, 12 стих. Что Слово Божье, оно живо и действенно, и проникает до суставов и мозгов, и разделяет что? Душевное от духовного. И когда Он разделяет, для нас в духовной картине это может быть болезненно, пока этот нерв жив, нерв ветхого Адама жив. Но как только мы говорим просто Аминь, потому что Он зашел на крест, мы исполняемся радостью. Об этом пишет, я размышлял об этом в картине, в истории с двумя сыновьями. С двумя сыновьями отца, помните, когда они, старший сын, который был все время рядом с отцом, который был очень примерный, который, можно сказать, сидел на первой парте класса. Но ему было так больно, ему было так обидно, что младший сын, растратив все имение, и для него закатили такой пир. Но отец ободряет его следующие истины. Во-первых, Он говорит, все мое твое. А во-вторых, Он говорит, вот то, из-за чего ты обижаешься, иначе говоря, можно перефразировать, о том следовало радоваться. Он говорит, твой брат был мертв, а сейчас ожил. И тебе это докучает, тебе это достает обиды, но ты должен радоваться из-за этого. И это для нас такое удивительное приложение, что может быть та мысль, которая докучает наш нерв ветхого Адама, когда мы говорим «Аминь» на Божью истину, и может пройти некоторое время, и это может быть больно в духовной картине, но на самом деле, когда мы омываем мы Словом Божьим, это всегда в Иисусе Христе приносит нам удивительную радость. Благодать обижает ветхого Адама, но она всегда радует нас в Иисусе Христе в новом Адаме. Аминь. Аминь.